Почему ты связываешь сахар и физическую активность? Можно купить ведерко мороженым и стать счастливым на один день, а можно пойти к психологу и стать счастливым навсегда. Толстеют больше от булочек, ну от хлебобулочной продукции, от жиров, я не знаю, или от сахара. Вообще все сахары, знаете ли, плохие? Вот все. Отказываются от сахара? Я просто помню этот момент, там реально было тяжело. Вот я так отказался, и две недели, ну, меня так колбасило чуть-чуть. Три способа получения глюкозы в организме. Вообще сахар... Ну-ка давай, давай. Так, Ксюш, привет. Коль, привет. Настало время, чтобы поговорить про сахар, и у меня есть для тебя подготовленные вопросы, самые глупые, которые я только смог найти у себя, у своих друзей, у своих коллег. И самый первый вопрос, который у меня есть, это то, что сахара, по идее, в природе никогда не существовало. Этот синтезированный продукт, да, получается? Да. Для всех подписчиков нашего канала я подготовила специальный подарок. Мы с командой составили список из пяти анализов, который позволит вам узнать о том, что у вас есть анемия и что с ней нужно делать. Для того, чтобы получить этот подарок, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите его на почту в ту же секунду и совершенно бесплатно. И самый первый вопрос, это вот заложено ли в человеческом организме вообще какой-то механизм, какая-то работа с таким большим огромным количеством сахара, который вот, ну, в древности его не было? Нет, не заложено. Именно поэтому мы на сегодняшний день имеем гигантские проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых не было. Мы имеем просто эпидемию, да, проблем с диабетом. И вот я недавно проводила вебинар, он был посвящен сахару и научным исследованиям. Связь употребления сахара и онкологии, связь употребления сахара и развитие диабета. Ну, понятно, что я в большей степени говорю про диабет второго типа. И вот сейчас по данным Всемирной Организации Здравоохранения около, там, по-моему, от 400 до 500 миллионов людей болеют диабетом второго типа. Это исключительно злоупотребление сахаром и рафинированными углеводами. Поэтому мы, добавляя в свой рацион такие рафинированные углеводы, мы должны понимать, что у нас и физическая активность должна быть адекватной. А получилось так, что у нас, я даже тебе давай вставим слайд. У меня есть из научного исследования, когда у нас появился в рационе вот такой добавленный сахар и развитие пищевой промышленности, когда стали сахар добавлять в продукты питания, рост и рост заболеваний. У меня есть ссылка на научное исследование и график оттуда. Так вот, добавляя этот сахар, мы не учли, что мы не увеличили свою физическую активность, а наоборот уменьшили. То есть человек ходил пешком и не ел добавленный сахар, ну там наши предки, а мы сейчас употребляем килограмм сахара, и при этом наша физическая активность скатилась до нуля, потому что офисы, потому что транспортные средства и так далее. Почему ты связываешь сахар и физическую активность? Как это связано? Потому что сахар это по сути молекула глюкозы, но в конечном её виде. И глюкоза нам нужна для энергии, и соответственно единственное её назначение – это получение энергии. Всё, другого назначения у сахара по сути нет, не должно быть, но сейчас большинство людей употребляет сахар просто из-за лёгкого получения удовольствия. Молекула энергии, ты имеешь в виду то, что мы съели, образно говоря, ты съел ложку сахара и побежал марафон. Это так, в природе это должно работать так? Ну в природе так, то есть твоё избыточное употребление углеводов должно выливаться в повышении твоей физической активности. Это единственный способ, по сути, сжигания избыточного количества молекул глюкозы. А почему тогда весело так и хочется есть всякие пироженки, тортики? Где там удовольствие? Потому что это удовольствие. Это дофамин вкусовой. Потому что сахар – это самый лёгкий источник получения дофамина. Это вот такой наш гормончик удовольствия. Самый простой, тем более он оральный, через рот. Это самый простой, если мы возьмём, как ребёнок там растёт, сосёт грудь и так далее. Вот оральный способ получения удовольствия, он самый примитивный, самый простой, самый лёгкий, самый дешёвый. Поэтому вот таким образом растёт. Ну не сочти меня за глупца. Как связано, ну вот ты сказала, что сахар – это глюкоза, это энергия. То есть, а в какой момент времени появляется дофамин? Это параллельные истории. То есть, в идеале, если мы употребляем сахар, ну как, допустим, давно еды недостаточного количества, почему сахар появился? И вроде бы люди изобрели сахар, чтобы это была достаточно такая лёгкая еда, которую можно добавлять, и у людей будет больше энергии. Но потом все поняли, что сладкое – это вкус, который развивается быстрее всего, привыкание к нему максимально быстрое, и это самый лёгкий источник удовольствия. Всё, поэтому открытие ресторанов, там различных фудкортов, развитие пищевой промышленности, и практически в любую еду тебе добавят сахар. Это и творог, творожные сырки, и колбасы, и все соусы, все абсолютно, они содержат сахар. Ну, 90% продуктов сейчас, даже, наверное, больше. На полках магазинов в переработанном виде – это они содержат сахар, действительно. То есть, это не цельный продукт, поэтому я говорю, что… Мне причём в последнем видео говорят, вы пропагандируете только американские продукты питания. Я там даже прокомментировала, даже не знаю, не могу вспомнить, какой американский продукт питания вдруг я пропагандирую, потому что я, наоборот, говорю, не ешьте бургеры, не пейте Кока-Колу, и говорю, что ешьте яйца, гречку, квашеную капусту и костные бульоны, которые стоят, по сути, 3 копейки. Поэтому мы должны смотреть на продукт и понимать, где он вырос, откуда он взялся. А когда ты берёшь цветную упаковку в пластике, вот с таким перечислением ингредиентов, да, и причём там, скорее всего, в первых трёх будет однозначно сахар, то что мы хотим? Да, окей. Про сахар все знают, что это вредно. Ну, я искренне надеюсь, что люди, которые смотрят это видео, точно знают, что это вредно. Но даже зная это, ты всё равно нет-нет, доберёшь что-нибудь сладенькое. С чем это связано? В основном это связано с психологией, потому что у нас огромное количество людей не умеют справляться со стрессом, у них бесконечно плохое настроение, то есть у нас у большого количества людей нет осознанности по отношению к своей жизни, то есть мы не радуемся тому, что происходит в нашей жизни, у нас всё плохое, страна там плохая, государство плохое, родственники плохие, сотрудники, начальник, всё плохо, денег в стране нет, и вот это вот всё, вот это вот всё, люди живут, и единственный источник удовольствия прийти домой, открыть конфеты или ведёрко мороженого, да, и поесть, вот. И это вот ты как будто бы таким образом, вот это вот то же самое изъедание стресса. У меня были очень тяжёлые две недели до дня съёмок, огромное количество работы, я прям помню, приходил домой и такой думаю, может Баскин Роббинса навалить, может быть навалить, и вот прям два или три дня я потом думаю, и знаешь, что меня спасло, может быть кому-то это будет полезно, я купил, пошёл микс ягод, и вместо ведёрки мороженого съел ведёрко ягод. Ты даже можешь сделать на самом деле полезное мороженое, ты можешь сделать смузи из этого, то есть, да, тебе нужно в этот момент тот самый источник дофамина, грубо говоря, себя успокоить, у нас люди, во-первых, не умеют радоваться жизни, это раз, и искать вообще в окружающем мире другой источник радости, там, работать на нелюбимой работе, там, в семье плохие отношения, всё, и люди начинают это кто-то запивать, кто-то заедает, вот, это первый момент. Второй момент, очень люди не умеют справляться с этим стрессом, и вот они знают, что самый простой способ это пойти, купить, съесть, всё. Это вот такой механизм, это же сложно узнать про себя, или, например, пойти к психологу, или, например, пойти погулять в свежем воздухе, ну, то есть, это уже сложно, это уже сложно. Здесь вопрос, можно купить ведёрко мороженым и стать счастливым на один день, а можно пойти к психологу и стать счастливым навсегда, и, ну, просто одно сложнее. Это вопрос именно осознанности, почему так этого много? Потому что проще с ребёнком не поговорить и выдержать, например, его плохое настроение, проще дать ему конфету это же почему потому что взрослые не выдерживают допустим там истерики ребенка он ребенок и ты должен быть взрослым ты не должен не себе затыкать при этом и не ребенку затыкать и должен его научиться справляться с этими чувствами нас никто не учил но для этого и существует наше видео в том числе благодаря которым мы стараемся чтобы у вас тоже повышался такой я бы сказала контакт с собой с отслеживанием своих эмоций со своим телом зачем вы это делаете то есть чаще всего мы делаем какие-то необдуманные вещи это обычные паттерны поведения да мы так привыкли до ударился на на тебе мороженку расстроился а пойдем попьем чай с тортиком и так далее нет такого правила где ты расстроился тебе надо поесть сладкое нет такого правила да может быть другое правило где ты расстроился пошел погулял где-то расстроился я позвонил близкому человеку послушал музыку принял ванну на самом деле сотни есть способов справляться со своими эмоциями это ты сказала про этот я вспомнил сразу про стоматологов ты когда ребенок зубы сделали ему дают сразу чтобы он еще быстрее пришел потом вернулся поскорее специально сделано вот это же тоже тоже можешь сказать а ты можешь ребенку купить какую-нибудь классную книгу мы сходим с тобой к стоматологу ну да это как бы геройство это классный поступок что ребенок сходил спокойно к стоматологу вот но это не должно быть конфетой внутри следующий вопрос я заметил по себе когда я отказался от сахара я очень быстро похудел и мне вопрос толстеют больше от булочек но от хлеба хлебобулочной продукции от жиров я не знаю или от сахара а это да и тоже у тебя в полке есть и мука что по сути через 30 минут 40 глюкоза в организме что сахар и в каждой булке есть еще сахар поправляется от любого рафинированного углевода которым относится и чисто добавленный сахар и хлеб и булка и макароны это все будет рафинированный углевод просто например ну у нас есть гликемический индекс это да вот скачок глюкозы ну благодаря чему и уберется за основу это как раз таки вот сахар это в крови получается уровень у тебя повышается и вот гликемический индекс вот измерялся таким образом ну вот например если у тебя будет там сахар 100 единиц то они за белый хлеб 90 ну разница не критичная любой рафинированный углевод приводит повышению к увеличению веса подожди а при чем здесь всплеск глюкозы в крови и лишний вес ты ее не вырабатываешь то есть в идеале вся глюкоза которую ты получил ты ее должен переработать в энергии если ты ее не переработал в энергию то у тебя получился в крови избыток глюкозы 1 и избыток инсулина инсулин это гормон который предназначен для утилизации глюкоза тогда когда ты не расходуешь у тебя низкая физическая активность это значит что за счет инсулина начинают увеличиваться жировые клетки и вот таким образом почему мы смотрим нарушение углеводного обмена по показателям глюкозы гликированный гемоглобин инсулин и так далее они нам показывают что мы переедаем либо часто едим либо едим много углеводов и за счет этого мы смотри если например я решил соскочить сахарные иглы и я например перехожу на какие-нибудь сахзамы типа аспартам типа это плохой пример аспартам сукралоза сахарин это вообще все сахарозаменители плохие вот все в долгосрочной перспективе все почему потому что ты пытаешься обмануть свой организм пытаешься обмануть свой мозг есть откровенно отвратительные сахарозаменители по которым есть научные исследования что не вызывает аллергические реакции например тот самый аспартам про который ты сказал сукралоза который вызывает том числе онкологию в общем я могу час рассказывать про все сахарозаменители если вы хотите поставьте там плюсики мы снимем про сахзамы отдельное видео но глобально смысл в том что ты поел что-то сладкое а у мозга ну у нас мозг там рептильный древний он с нами развивался много-много тысяч лет и он знает что если я съел что-то сладкое это значит что это должно быть что-то калорийное и глобально что ты пытаешься сделать употребляя сахарозаменители ты съел что-то сладкое а калорий ты не получил в этом же основной смысл сахарозаменители но твой мозг то не дурак и он начинает провоцировать усиление твоего аппетита и ты может быть не за счет сладкого а за счет повышенного аппетита начинаешь есть больше понимаешь и когда это в краткосрочной перспективе ну когда-то у тебя совсем было отвратное питание ты ел булки макароны да на сах замок ты похудеешь это будет сейчас точно возражение ксения вот я употребляю там не знаю этот ролл я на нем похудела но есть научные исследования их много которые проводились на протяжении 8 10 лет и в долгосрочной перспективе ты не похудеешь то все равно наберешь этот вес просто за счет другого механизма и вот все сах замы абсолютно все они нарушают вот эту гормональную регуляцию вот этот вот в долгосрочной перспективе как работает в организм как он работает своим аппетитом то есть получается сейчас огромное количество на полках магазинов всяких продуктов пп продуктов да где есть сахар и сахарозаменители и по факту они даже хуже чем сахар хуже чем сахар потому что вот эти вот все супермодные пп десерты которые содержат либо сироп агавы либо сироп топинамбура это отвратительно потому что мало того что это по сути в долгосрочной перспективе не ведет твоему похудению но это она 99 процентов все эти сиропы состоят из фруктозы и это еще такая бомба для вашей печени если ты сахар да он нарушает микрофлору да ты в идеале должен больше двигаться но фруктоза вот эта синтетическая которая есть в сиропах она еще и бьет по твоей печени это нарушение фаз детокса это твой предминструальный синдром это эстроген доминирование и в общем еще спектр состояния которые связаны не только с тем что ты переел сахара и сладкого а с тем что ты еще и печень сайты на самом деле это просто взяла весьма план по отказу от сахара и испортил у меня был классный просто чуть-чуть меняешь потом сосну то есть по прикинь вот имеча сказка sh deliveries отказывается от сахара я просто помню от моментом реально было тяжело вот я так отказался и две недели так он боевая чуть чуть вот когда колбасек когда вы таких орде все говорят моему организму нужен сахар меня вот вообще колбасит поэтому я буду есть сахар потому что с ним я не колбасик так вот вас колбасит потому что вы уже создали вот такие они так и нас зубь инфедовая качель и где у вас взлетела глюкоза упала и Вот на этом резком падении тебя и колбасит. Поэтому, когда ты ел-ел-ел сахар, потом убрал, у тебя начинается вот такой вот тремор, потому что твой организм этого не понимает. То есть он не приучен. Хотя у нашего организма есть три способа получения глюкозы в организме. Вообще сахар... Ну-ка давай, давай. Ну-ка давай. Во-первых, это абсолютно любые углеводы. Здесь мы должны следить, когда ты отказываешься от сахара, что в твоем рационе достаточное количество углеводов. Макароны. Нет. Злаки, овощи, фрукты, ягоды. Мы говорим про цельные продукты. Макароны – это не цельные продукты. И абсолютно все эти группы продуктов являются углеводами. И конечный продукт переработки этих продуктов внутри организма – это молекулы глюкозы. Поэтому ты должен получать, как наши древние, до того, как появился свёкла или тростниковый сахар, вот это были все углеводы. Дальше. Второй момент. Ты ешь углеводы, твой организм не может их все потратить, и он их запасает. Запасает он их с помощью гликогена. Это значит, что молекулы глюкозы идут в хранилище в мышце и в нашу печень. Гликоген хранится именно там. И даже если ты вообще уберёшь любые углеводы из своего рациона, и неделю будешь есть только одни белки и жиры, твой организм возьмёт гликоген, а его несколько килограммов в нашем организме, и из гликогена возьмёт молекулу глюкозы. А если он кончится? И даже если мы предположим, что ты не ешь углеводы, у тебя закончился гликоген спустя 2-3 недели, то есть третий механизм, который называется глюконеогенез. Это когда наш организм из белков, из аминокислот может производить молекулу глюкозы. Три способа. То есть, ну вот в нашем организме всё сделано так, что у нас люди не представляют своей жизни без сахара. Формально человек может вообще не есть углеводы и жить вот так. Не весь промежуток времени, какие-то углеводы он должен есть через какой-то промежуток времени, чтобы был запас энергии, мы получаем энергию быструю из углеводов, из цельных, и жиры – это долгая энергия. Да, у нас должны поддерживаться какие-то запасы гликогена, твой организм не должен впадать в стресс. Поэтому без добавленного сахара он 100%. Слушай, у меня есть знакомая, ну как знакомая девушка, ей там 35+, не помню точно, и она, как если не вижусь, она всегда говорит о том, что опять сорвалась, опять сорвалась, опять сорвалась. И вот, наверное, уже года два я ловлю себя на мысли о том, что она постоянно в стадии отрицания от сахара. Можешь ли ты это как-то прокомментировать и дать совет, возможно, как всё-таки на конец трассы навсегда избавиться от этого? Я считаю, что здесь есть несколько путей. Это не только смена рациона, это однозначно, да? То есть нужно посмотреть, а что она ест, кроме булок, достаточно ли ей белков, жиров и углеводов, что вообще происходит внутри её дня, чем она привыкла питаться. Это однозначно. Можно перефразировать? То есть, образно говоря, если, например, в рационе недостаточно белка, недостаточно жиров, то её организм хочет, чтобы она ела... Быструю энергию, быструю энергию. Потому что остального не хватает? Конечно, потому что остального не хватает. И вот смотри, для того, чтобы это понять, нужно понять, что в твоей тарелке. А у нас многие смотрят на свою тарелку и не понимают, что там лежит, что относится к белкам, что к жирам, что к углеводам. И у нас есть бесплатный вебинар «Лаборатория красоты и здоровья», во-первых, где вы можете проверить нарушения углеводного обмена, где я рассказываю про инсулино-резистентность, показатели глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина. А также там есть сбалансированный приём пищи. Почему в каждой нашей приём пище должны быть белки, жиры и углеводы, как они выглядят на тарелке и из чего должна состоять наша еда. Это вот один большой блок, поэтому если у вас с этим проблема, вы обязаны начать с того, что вы изучаете свой рацион. Приходите на вебинар, ссылка находится в описании к этому видео. Есть ещё второй путь, и они не взаимоисключаемы, и мы не делаем, что если ты вот понимаешь, что у человека, ну всё, у него прям правда проблемы с отказом, это, конечно, психология. То есть ты должен понять, что для тебя это сладкое. Да, может быть, ну всё, что угодно может быть. Это вот вы идёте к психологу и говорите, вот у меня зависимость от сладкого. И вы понимаете, что это для вас, в роли чего для вас выступает. Это точно не про булку. А ты можешь примеры привести, что можно нарыть в психологии у себя? Это забота. У тебя проблемы с мамой. У тебя мама, ну как у всех, мама – это забота. Это тепло, это доброта, это хорошее отношение к себе, и ты не получаешь эту заботу. И ты вот таким лёгким способом, грубо говоря, даёшь себе ту самую теплоту и заботу. Или другой вариант. Тебя в детстве всё время успокаивали только едой. И у тебя ещё там куча таких разных ограничений. Хлеб всему голова, хлеб небо брата. В общем, куча вот этих установок, которые мы слушаем всю жизнь. И плюс, допустим, у нас родители тоже не все были эмоционально зрелыми, они вот не могли выдерживать наше плохое настроение, или ударился, не могли успокоить нас. И говорили, ну всё, пойдём купим конфетку. И ты привык, что любая боль, любой какой-то дискомфорт заканчивается тем, что ты себя должен успокоить. Ты другими способами не уведишь. Ты не выдерживаешь свои чувства, свою боль, свои слёзы, я не знаю, всё что угодно. И вот таких вариаций их очень-очень много. Поэтому вот если вы прям отследили, что это ну прям зависимость, вот, то это однозначно психология. Ну, тут вообще ещё может быть, когда вы уже наели много булок сладкого, кандидоз, молочница, избыток грибковой флоры. Вот, один из признаков избыточной грибковой флоры, когда у вас очень много кандиды, это непреодолимая тяга к сладкому. Там есть ещё много признаков, ну, у вас там есть молочница, такой туман в голове, и вот всё вас там прям трясёт. Вот на этого видео посмотрите, пожалуйста, про грибы. Это вот такие три основных блока, как мы работаем с сахарной зависимостью. Ну, давай, финальный вопрос, и будем заканчивать. Не так давно мой папа приезжал к тебе, и он не отказался от сахара. Но он бегает там по 100-200 км в месяц. Может быть, это тоже вариант? Или надо прям папе сказать, пап? Это один из вариантов в том плане, что у тебя у папы был сильный лишний вес. То есть вот эту проблему он решил, что у него был лишний вес, он стал больше бегать. Но он, кстати, сократил в любом случае, он перестал там есть хлеб, он сказал, что он меньше кладёт там сахара, то есть он значительно сократил этот объём. И он решил с помощью вега одну задачу, связанную с лишним весом, что ему очень мешало. Но он не до конца решил проблему с воспалением в организме, потому что сахар за счёт того, что он повышает глюкозу, глюкоза, инсулин, а избыток инсулина – это всегда хроническое воспаление в организме, он не до конца ещё решил эту проблему, которую ему нужно решить. У него маркер воспаления, он был повышен. То есть, да, это первый этап, но это не только, да, это воспаление и ещё нарушение микрофлоры. Рано или поздно всё равно придётся отказаться от сахара всем. Ну, если ты хочешь иметь хорошее усвоение питательных веществ, чувствовать себя бодрым, энергичным, ну, к сожалению, да, чистую кожу. Слушай, а вот, грубо говоря, я откажусь от сахара, и папа откажет от сахара – это две разные вещи с точки зрения лёгкости отказа? Я думаю, что лёгкость отказа связана больше с психологическими моментами, а вот пожилым надо быстрее отказываться от сахара, потому что у них уже нет такого запаса прочности. И вот эти все состояния – атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, все воспалительные процессы, нейродегенеративные заболевания, слабоумие, альцгеймер и так далее, они просто развиваются в геометрической прогрессии. А сахар? Ну, конечно, чем старше мы становимся. Поэтому просто если у молодые не так это ещё видят, а у взрослого поколения там уже просто нет вариантов, надо просто это прям быстро делать. Супер. Ксюш, спасибо тебе огромное за ответ на вопросы. Дорогие зрители, если я что-то не задал, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы с Ксюшей перед съёмками минут 40 всегда обсуждаем, кто там что написал, поэтому нам всегда интересно, пожалуйста, напишите. Коль, спасибо большое, что ты бесконечно поднимаешь эти темы, это очень важно. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Напишите свои истории, отказы от сладкого. Вы их, кстати, постоянно пишете, что благодаря видео вы отказались. У кого-то, может быть, до сих пор проблемы. Делитесь этим. С вами была Ксения Чёрная, посмотрели канал Про Здоровье.